Всем привет-привет! Последний на 2019 год обзор симпатиальных орхидей придется мне разбить на две части. Уж больно много этих товарищей у меня стало. Вот так вот они у меня размещаются на узком-узком подоконнике. Это самое холодное место в квартире, потому что, как вы видите, за окном уже улица. И эта лоджия, она присоединена к квартире, но там нет батарей. То есть, сами понимаете, как только на улице понижается температура и ветер начинает дуть в нашу комнату, у нас становится здесь очень холодно. Но для начала похвастаюсь новым своим симпатиальным приобретением. Не смогла устоять. И вроде бы говорить о нем нечего. Это обычный дендрофаленопсис, но меня покорили очень крупные цветки. И их насыщенная такая бархатистая глубокая окраска. В магазине мне показалось, что это розовый цвет. Взяла чисто из-за того, что очень такой пышной гроздью он свел. Это уж два цветочка от него отвалились, пока я несла домой. И мне понравилось соотношение ботвы и цветков. Вот эти он реально розовым цветом отдавал в магазине. Там просто другое освещение. И, честно говоря, вот это вот магазинное освещение часто сбивает меня с толку. Растения, которые я приношу домой, после того, как их с визгом вау выбрала в магазине. Вот они при моем домашнем освещении, при даже обычном свете из окна, смотрятся совершенно по-другому. Вот это при помощи фитоламп снято. Они дают немножечко розоватый такой, придают оттенок лепесткам. А вот это уже настоящий цвет. Из окна льется типа солнечный свет, когда мы его последний раз видели в московском регионе. Короче, ребят, это один из немногих случаев, когда орхидея, купленная в магазине, при домашнем освещении оказалась более на мой вкус. Да, привлекательный для меня. Я решила не потрошить в зиму корневую систему, просто перевалкой. Перевалила его вот в такой вот керамический горшок. На дно горшка я в качестве дренажа и влагоотводящего компонента, да, я насыпала крупный-крупный керамзит. Он, конечно, будет часть воды удерживать, но керамзиты настолько крупные, вот наваленные таким хаотичным нагромождением, между ними очень большие карманы, глина сама вот эта вот дышит, керамика не обливная, короче, все должно быть супер. Перевалила ком, сверху присыпала корой, которую просто промыла и прокалила в духовке. Все, собственно говоря. Замечательную красоту, надеюсь, что до нового года он будет меня продолжать радовать своим цветением. Ну, обзор тех симпатичных орхидей, которые у меня год или даже два, я начну с вот этих вот двух кракозябр. Это мои старые блоченьки, я летала с ними на море. До этого они у меня жили в высокой колбе в моей орханише. На дно колбы была налита вода, так я им создавала типа свой какой-то влажный микроклимат. Я не могу сказать, что до них слишком много света доходило. Влажность была, да, действительно. Однажды даже я заметила признаки плесени. Вот, и быстренько их из колбы извлекла. И повесила их на хорошо продуваемое, хорошо освещенное, правда, не лампами, а обычным естественным светом. Ну, такая вот у нас получилась подвеска. Обычные магазинные корзиночки. Из проволоки скрутила петельку и вот так вот их туда воткнула. Раз в несколько дней я ношу их просто к крану, проливаю водой. Если сильно холодно за окном, а мох совсем до хруста пересох, я просто могу прокапать водичкой из груши. Ну, такого вот размера сооружения, видите, чуть-чуть побольше ладони. И сейчас я покажу, в каком виде это было. Так, сейчас скажу. На даты, которые там, справа вверху, не обращайте внимания, потому что это дата, когда я заливала эту фотографию в альбом ВКонтакте. Но это не дата приобретения. Примерно, да, действительно, год, год и, может быть, пару месяцев у меня это растение. Оно было изначально вот в таком виде. И вы видите, верхняя часть более облиственная, нижняя. Я просто думала, что это старые псевдобульбы потеряли листики. Но потом, когда я стала мох, в котором все это дело сидела, убирать аккуратненько, оказалось, что это два растения, нижняя практически не жизнеспособная. Вот, оно не попыталось нарастить никаких микробульбочек. Наоборот, даже оно попыталось рассыпаться прямо у меня на глазах. Эти псевдобульбы очень быстро из зеленых стали желтыми, ну, а потом и коричневыми. Вот, я не очень пунктуальна в том, чтобы заливать сразу фотографии в альбом с фотохрониками. Альбом, кстати, у меня закрытый, кто искал, недавно говорю. Это только для меня, там мои какие-то пометки. Ну, короче, вот так вот развалился у меня этот кустик, даже не на две, а на три части. Одну из нижних щитей я сразу выкинула, у второй еще, я надеялась, есть признаки какие-то, да, живых почек. Но мои надежды не оправдались. И в итоге я стала вот с прошлого года растить только вот ту верхнюю часть. И вы знаете, да, сначала это был мягкий блок, вот из такого вот коврика, из кокосового волокна, сверху немножечко мха ниткой примотала. Потом мы когда на лето уехали на море, я там нашла кусок деревяшки и примотала все это дело на деревяшку. Вот так эта конструкция была менее гибкой, более тяжелой, ветром ее не так болтало. Вот, и в таком виде мы вернулись обратно. Вот вы видите, что количество листиков по сравнению с тем, что было год назад, не увеличилось. Знаете почему? Потому что старые бульбы, старые, которые были в прошлом году, они у меня постепенно, одна за одной, за год, ну, короче, они меня покинули. И вот то, что вы видите, облиственные бульбы, это прирост за год, это новые уже домашние бульбочки, они примерно в два раза мельче, чем были те при покупке. Вот, а то, что на переднем экране, это остаток тех псевдобульбочек, которые были куплены в прошлом году. Большая же их часть, как я уже сказала, отмирала, отмирала и все, в помойке оказалось. А этот товарищ у меня уже два года, два года и два месяца, если быть точным, это природник. Вот, когда я слышу, люди говорят, природники, природники, люди имеют в виду видовые орхидеи, которые, тем не менее, были размножены человеком, да, на каких-то там фермах азиатских, например. Природник, ребят, это то растение от орхидеи, которое было выдрано из природы и каким-то не совсем, наверное, законным образом, да, вам вручена. Так вот, этот товарищ приехал контрабандой из Камбоджи, что-то я не пойму, куда он делся, а вот он всплывает. Ну, так вот, он приехал в виде такой, знаете, полувысохшей палочки, на которой было несколько потерявших листья псевдобульб. Одна псевдобульба, уцелевшая, вот по центру этой конструкции видна, она более такого пожухлого вида, на ней нет листиков, и в обе стороны от нее пошли новые приросты. Сейчас у нас по 5, по-моему, листиков на каждой половинке, и у каждой половинки растет еще по одному листику, соответственно, будет микробульбочка. А те бульбофилмы макрантумы, а именно под этим названием я это растение приобретала, вот те бульбофилмы макрантумы, которые я вижу в обзорах, да, у людей, они покупают их на фермах, заказывают в заказах, они раз, наверное, в 10, да, бульбы превышают те, что у меня. Первый год я грешила на то, что у меня просто условия срена для них, видимо, неподходящие. Вот, и вообще в моих условиях растения начинают расти более компактные. Первый год я думала, что я их пересушиваю, я его там не так содержу, у него еще слишком мало корней, он пришел без корней, да, и вот то, что только от новых псевдобульб пошло и ушло в мох, на это я могла, наверное, и рассчитывать. Потом год прошел уже, псевдобульбочек с листиками стало достаточно много, корешков у них тоже достаточно много. Я думаю, эй, ну давай, пора уже увеличиваться в размере, я же вижу, какими бульбофилом и макрантумы бывают, ну, вообще, да, у других людей. Нифига, ребят. Вот как вы видите, первый, да, листик с псевдобульбочкой размером с полгорошинки, да, появились год назад. Вот так у меня последующие все, и растут не превышая вот этого вот размера. Короче, вот видите, примерно, когда это было, это 2017 год, на самом деле, фотографию в 2018 залила, но растение пришло в 2017. Вот, и с тех пор у нас вот растет 11-й, 12-й лист, и они все того же размера. Очень странное растение, я даже думаю, может быть, это не макрантум, а может быть, знаете, те растения, которые я вижу, что они приходят в заказах, иногда в обзорах каких-нибудь корейских рынков, да, я встречаю это растение на заднем плане. Ну, так вот, я просто думаю, а может быть, те растения уже продукт человеческой селекции, а мой малыш так и останется малышом, потому что он реально природник. Вот, короче, ладно, эта загадка разрешится, я надеюсь, лет через 500. Дальше, следующий мой обозреваемый товарищ. Это Ази Гапиталум Блу Энджел, очень компактный, очень прям миниатюрный, я бы сказала, Ази Гапиталум, по сравнению с тем слоном, который растет у меня на лоджии, в другой комнате, я вам его потом покажу. Так вот, Блу Энджел, очень приятно, слегка-слегка, правда, ароматил, но при покупке год назад выглядел тощей-тощей-тощей бульбочкой. Вот так вот он выглядит на сегодняшний момент. Листья некоторые обрезанные, вот то, что вы видите справа особенно, это длинные некогда листья, они почему-то растут в сторону, и они очень жесткие, задевают соседние растения, поскольку они старые, я решила их обрезать. Вот, с псевдобульбами у нас, честно говоря, ребята, швах. Я помню, как Елизавета Тузова сказала в своем ролике, по листьям моего растения, не помню, о каком конкретно виде шла речь, можно проследить мои отъезды и приезды. Как только, говорит, я уезжаю надолго, растение начинает растить сморщенные запчасти, прям сами листья, да, в гармошку. Как только я приезжаю, начинаю поливать более часто, более регулярно, у меня начинают отрастать запчасти, которые с более налитыми псевдобульбами и с более ровными листиками. Короче, у ребят, у меня то же самое. Поскольку летом я всегда отсутствую, а летом зикапиталом вам нужно побольше воды, а получают от нее, наоборот, меньше, у меня весь зик, короче, в морщинку. Тем не менее, когда я сравниваю то количество псевдобульбочек, пускай и сморщенных, которые у меня есть на данный момент, вот, с тем количеством, с которым я приобретала это растение год назад, я понимаю, что, наверное, все еще не так плохо. Я с зикапиталомами, как и с прочими симпадиалами, только пытаюсь подружиться. Разные компоненты грунта пробовала, вот только кока-чипсы еще не купила, вот, и всякие вот эти вот серамисы и всякое прочее. А так и кора, и керамзит, и керамзит кора скорлупа кедрового ореха даже на летнее время сверху мхом обкладывала, для того, чтобы в условиях редких поливов, я уже говорила, да, я уезжаю, тут все жадничают водички для моих орхидей, чтобы вода не так быстро покидала эти горшки. Ну, короче, знаете, несмотря на общую неказистость, растение увеличилось в два раза точно. Тут вот в кадр еще попала брасия моя, но на ней не буду останавливаться подробно, она очень пышно разрослась за год, но я ее показывала в отдельном обзоре, поэтому сейчас мимо нее идем обратно к дикапиталуму. Вот 27 сентября 2018 года была залита фотография с цветением на канал, я начала туда, когда не забываю, какие-то кадры фотохроники засовывать. Ну, так вот, видите, нашла фотографию, где видно количество псевдобульб. Обычно дикапиталумы и продаются, знаете, в таком очень-очень компактном виде. Две, максимум три псевдобульбы. Третья самая новая обычно при покупке цветет, если мы говорим про ОБИ, Леруа, там Ашан и прочие магазины. Вот, офлайн. Так вот, мне достались три бульбочки. Одна из них пышно цвела, ароматила. И вот то, что вы сейчас видели на кадрах, да, от начала декабря этого года, это прирост. И одна старая псевдобульба, она у меня погибла, вот именно та, которая цвела. Я уезжала туда, в Прагу, видимо, перелила, что ли, боялась, что на 12 дней я ее оставлю, да, без воды. И, видимо, переборщила перед отъездом с поливом. Естественно, все лампы были выключены. Вот, было пасмурно. И вот, видите, на этой фотохронике видно слева бульба, которая отвалилась, и справа то основание, с которого она отвалилась. Но там, насколько я помню, там в основании была почка. По-моему, она дала новую псевдобульбу. Не помню. Ну, короче, из трех покупных псевдобульб осталось две. Осенью прошлого года. В Прагу я летала в ноябре. И вот сейчас то, что вы видите, это уже наш новый прирост. Да, я буду делать, естественно, ребята, работы над ошибками. Я подсыплю туда какого-то более влагоудерживающего компонента. Или буду почаще поливать. Я еще не решила. Поливать почаще в условиях холодной лоджии зимой опасно. Поэтому, наверное, все преобразования и работы над ошибками я начну по весне, когда лоджия будет прогреваться, солнышко будет светить, и у орхидеи наметится какой-то активный рост. Пока что у нас никакого вегетативного роста нет. Та псевдобульба, которая слева, видите, она нового летнего прироста. Зиги цветут с неоформившейся псевдобульб. Я не знаю, вот эта вот кругозябра, будет ли она цвести, хватит ли у нее вообще сил для этого. Ну вот, короче, ростик заложился летом. Пока что он еще в таком чедушном, полубульбовом состоянии. Бульбы не начали наливаться, есть шанс, что процветет. Я слышала, что, по-моему, Марина с канала Орхидушки им и говорила, что как только в расщелине листов появляется намек на псевдобульбу, вот как у этой, да, вот эта псевдобульбочка начинает наливаться, то уже все. Эта псевдобульба, значит, никогда не процветет у вас. Но в ее основании есть почки, которые дадут новые росты, и если вы сделаете правильно работу над ошибками, то следующие псевдобульбы вырастут более правильными, нарастят корни и процветут у вас. Короче, у меня надежда, если не на вот этот не оформившийся еще ростик, то, что слева, у меня надежда хотя бы, может быть, на следующий, что ли, прирост. Но посмотрим. Летом я его, наверное, отвезу на дачу, поставим мы его с мамой под какой-нибудь куст или под дерево, там испарения влаги будет меньше, и просто попрошу маму... Красный флажок, вот, мне нужно летом. Короче, красных флажков понавтыкать везде, где у меня будут орхидеи, потому что мама может забыть, куда я что распихала. А в одном месте их не удается поставить, потому что, ну, короче, то место, которое мне соорудили, оно оказалось просто зверски солнечным, и там все горело. Мама этим летом пробовала туда выносить орхидеи, но сказала, что очень много ожогов, и растения своблились. И, короче, мы забили на эту многоярусную конструкцию. Жалко. И материалы потратили, и место заняли, и вот теперь оно стоит там, короче, никому не нужное. Ну что же, есть над чем работать. Спасибо Зигу, что он живой. Спасибо, что продолжает расти, несмотря на все мои попытки борьбы с ним. Следующий товарищ, вот кто меня радует прям безмерно. Этого товарища я купила в Гарден-центре летом. Это вот фотография оттуда. И летом он у меня, значит, еще потом повторно, к концу лета, в августе, процвел уже с домашних цветоносов, чему я была несказанно рада. И вот мы приехали, мы сохранили все летние псевдобурбы, и растим два новых ростика. Они прям целенаправленную сторону окна смотрят. И сейчас буду показывать их при свете вспышки и без вспышки. Короче, по-разному пыталась вот вам их продемонстрировать. Это кадры чуть более раннего периода. Видите, ростики не такие укрупнившиеся. Очень-очень-очень довольна этим растением. Вернулись с моря. Какое-то время он у меня в сентябре, в октябре, в ноябре посидел в стеклянном горшке от Нина Глаз. Очень красивый был горшок, красивое сочетание цветов. Но вот как не идет у меня это, понимаете, вот такое сочетание, да, орхидеи и стекло от Нина Глаз. Вот не идет. Вот только два фаленопсиса прижились. Вот и благополучно, что называется, растут все остальное, безобразно себя чувствовать. Сдалась я. На красоту больше не смотрю. Смотрю на комфорт и на степень развития орхидеи. И поняла, что глина в моих условиях для симпатиалов просто рулит. И пересадила. И вы знаете, вот эти вот ростики прям активно-активно начали перерастать именно после той пересадки. Вот так. Кто боится, когда у него растение цветет, или растит какие-то новые там запчасти, кто боится тревожить свое растение и из явно неблагоприятных условий пересаживать во вроде бы более благоприятные, ребят, не бойтесь, пересаживайте. Чем мучить растение в условиях, которые ему не подходят, лучше аккуратно, деликатно провести пересадку, а еще лучше перевалку, да, и растение будет в более комфортных условиях. Вот здесь, например, как я уже говорила, глина это дышит, излишек воды отводится. Я не боюсь так сильно перелить это растение, как я боялась это сделать в стекле. Дело в том, что стеклянный горшок был больше, чем корневая система. Вот, и большая часть грунта была без корней, соответственно, и она оставалась очень долго после полива влажной. На прохладной лоджии это зимой опасное сочетание. Короче, вот так вот эта красота выглядит. Я бы, конечно, хотела горшок другой пропорции, менее вытянутый вверх, более, скажем так, широкий и плоский, но в моем орхохозяйстве таких горшков, к сожалению, не нашлось. Те, которые есть, они на броне, я их все никак не могу передать новым хозяевам, и я не могу их использовать для своих собственных нужд. Ну, в общем и целом, в этом случае это не критично, потому что псевдобульбы растут очень компактными, вверх они растут, а не вширь куда-то, и я надеюсь, что на год-полтора этого горшка нам хватит. А потом, дай бог, приобрету горшок из этой же глины, только других пропорций, и с условием, вернее, с учетом будущего прироста. Вот такая вот красота. Очень надеюсь, что эти ростики оформятся в хорошие полноценные псевдобульбы, каждый из которых процветет. Еще один товарищ, кто это, я не знаю. Я находила растение в интернете, очень похожее по цветению, называлось оно мельтония, внимание, мельтония сибриз. Я очень удивилась, потому что мельтонии я как-то по-другому себе совершенно представляла. Вот, и когда-то при покупке здесь было очень-очень много налитых таких псевдобульб. Кто видел этот мой репортаж из Оби о покупке симпатиальных орхидей, тот наверняка эту красавицу помнит. Ребят, несмотря на то, что они сейчас, эти псевдобульбы, выглядят такими вот, видите, скукожными, как запеченное яблочко, и только новые, не до бульбы, видите, вот не до, потому что в три раза меньше, чем те. Вот, вот они налитые. А старые, они все сморщенные, несмотря на это. Несмотря на то, что летом 3,5 месяца орхидеи были без моего присмотра и плохо поливались. Вот, несмотря на все это, мы не потеряли ни одной псевдобульбы. И когда я тоже стала из стекла не на глаз пересаживать все это дело в более комфортный для них горшок, я не смогла найти керамику нужного размера и пропорций и посадила в обычный страшный пластиковый горшок с некрасивыми дырочками. Сейчас вам его покажу. Но вы знаете, в нем эта мельтония чувствует себя очень даже комфортно. И я ее поливаю без риска залить. Вот, некрасивые дырочки. Этот пластик вообще очень как-то некрасиво паяльником дырявится с какими-то бахромками по краям. Ну, вы знаете, поскольку я надеюсь, что это посадка временная, как только найдется горшок, что называется, по ранжиру, я все это дело перевалю. Вот я на эту некрасоту внимания не обращаю. Много за лето было попыток нарастить псевдобульбы. Видите, некоторые сморщенные. Особенно та, которая справа. Ну, прям на нее без слез не взглянешь. Она растет как-то вбок, с какой-то буквой Z, короче. Ну, опять-таки, как и с тем зигапиталом Blue Angel, что вначале показывала, есть над чем работать. Я имею в виду, работаю над ошибками. Спасибо, что живой, говорю и этому растению. Спасибо, что терпят все мои неправильности, все мои какие-то несуразности в уходе. Вот одна у нас псевдобульбочка вроде бы производит впечатление адекватной. Она еще не оформилась. Я не знаю, мельтонии цветут с выздоровших бульб, с бульб предыдущего года после периода отдыха. Ничего не знаю про эти растения. Даже не совсем уверена, что это мельтония. Могу только доверять вот нескольким фотографиям, которые нашла в интернете. Это точно мое растение, которое я покупала. Там надпись Seabreeze. Вот. Ой, ребят, простите, не Seabreeze. Seabreeze, это котлея у меня была. Summer. Summer Breeze. Вот, простите, ввела в заблуждение. Summer Breeze. Кто будет гуглить? Но опять-таки, я не могу быть уверена, что те несколько фотографий, которые я нашла в интернете, вот, они реально отражают реально название этого сорта. Понимаете, в интернете что только не напишут. Один написал, ошибку сделал, все остальные повторили. Ты увидел это множественно, да, много раз повторенное недоразумение и принял это за истину. Очень много какой-то дезинформации в интернете. Так вот, кто меня радует еще безмерно? Сегодня у нас микс такой, да? То, что радует, и то, что не радует. Это вот этот гигантский Ziga Petalum. Ребята, это я его с очень большой высоты фотографирую. А вот на самом деле он просто в ведре сидит, в керамическом ведре. А название этого Ziga Petalum я не знаю. Кто-то мне говорил, что это какой-то Jumping Jack. Короче, разные мне названия называли. Вот так вот он был при покупке год назад, по-моему, выглядел. Год или полтора, не помню. Вот, он сидел тогда в пластиковом горшке, и новый хозяин переборщил с компонентами субстрата влагоемкими, и там у нас завелась, вернее, еще у него, у хозяина, завелась плесень, короче. Вот, я вам показывала ее, и мы с вами решали, что это такое. То ли яйца чьи-то, то ли это плесень. Ну, короче, было решено, что это плесень. И действительно, распространение этой гадости прекратилось, как только я вынула растения из субстрата, большую часть субстрата выкинула, оставила только, промыла и прокалила самые крупные компоненты, использовала их в посадке уже в более крупной горшок, в керамику, которая дышит, опять-таки, да, отводит излишек влаги, вот, придает устойчивость этой конструкции, потому что ботва гигантская, вот, и иногда в пластиковом горшке такие вот композиции переворачиваются. Короче, сейчас все стоит как влитое, как пришибленное. Вот этот вот ростик в центре, в самой чаще, скажем так, псевдобульб, он и был год назад, почему-то он начал развиваться, и потом застопорился, и вот за год ничего не произошло. Слева вы видите где-то 10-15 сантиметровый ростик, вот, вот он появился совсем недавно, и он растет с огромной скоростью. Поскольку растение стоит одной стороной себя, прислонившись к темному углу, вот, естественно, все молодые ростики идут в сторону окна, то есть в противоположную. Меня это устраивает, потому что эта часть горшка, эта часть посадки лысая абсолютно, если туда хотя бы два ростика начнут расти, да, и потом у каждой, у каждой псевдобульбы там, по-моему, по две пары листьев, пока они начнут нас покидать. Так вот, вы знаете, этих двух ростиков вполне хватит для того, чтобы эту часть посадки сделать менее лысой, и выровнять, да, сделать куст более симметричным. Пока снимала при свете вспышки, нашла еще один ростик. Он поменьше предыдущего, но тоже, судя по всему, быстро развивается, потому что, когда я уезжала в Прагу, его там точно не было. Вот. Вы видите, что сверху очень крупные куски коры, там внутри чуть мельче кора, и там примесь немножко керамзита, чуть-чуть даже есть с крылопок кедрового ореха. Вот. Этого товарища я вам уже показывала в отдельном ролике про орхозагадку. Причем эта орхозагадка была на моих глазах полгода, и я только недавно поняла, что там что-то не то. Есть какая-то аномалия. Это тот дикапиталум, очень красивый лузендорф. Из всех моих зигов я бы его больше всего хотела сохранить, но именно здесь меня ждал самый большой облом. Растение за год чем-то вообще никак себя не показало. Единственное, оно процвело очень странно. Вот вы видите, слева крючком таким остаток старого цветоноса летом, пока я была на море, это растение цвело. Так вот, оно цвело из ниоткуда. Бульба погибла еще при мне в конце мая этого года, а в июне расцвело нечто. Я забыла попросить мне сфотографировать, откуда идет этот цветонос. По фотографиям я думала, видите, вот мне фотки летом присылали, по фотографиям я думала, что этот цветонос идет от предыдущей псевдобульбы, от ее основания. Когда я приехала домой, прошло несколько месяцев, я начала втыкать, что называется, в эту проблему. Вот, что ж там не растет, вообще ничего у моей орхидеи. Я поняла, что цветонос, он развился просто из центра остатка старой псевдобульбы. Как это может быть? До сих пор удивляюсь. Ну, короче, ладно. Удивление у меня, удивление моим было посвящено целое видео на моем канале. Кто пропустил, я только что вам пересказала краткое содержание той серии. Очень много было разных версий высказано в комментариях, но все версии из области фантастики. Вот, я помню, что я помню, что многие мои подписчики именно про это с Гигапиталом Луизендорф мне писали, что тоже приобрели примерно одновременно со мной. Я думаю, что это одна партия была какая-то странная. Вот, и тоже никакого прироста не видят. У кого-то год, у кого-то полтора. Вот так вот это все выглядело год назад при покупке. Очень крупные были цветы, просто нереальные. Вот то, что вы сейчас видите, это год назад, год и два месяца назад при покупке они цвели. А вот фотохронику, я вам показывала запись с экрана, это летнее цветение. Вот, это все прекрасно пахло, к сожалению, летнего цветения я лично не наблюдала, не нюхала. Могу только вот на средства очевидцев опираться. Очень хочу сохранить это растение, очень. Но я вот не знаю, ступор один год и два месяца, это явно ненормально. Что делать? С стимуляторами, ребят, предлагали вы мне уже много раз его простимулировать. Всегда говорю, я боюсь стимуляторов. Очень многие мои орхознакомые увлекались стимуляцией, видели поначалу реально эффект вау, всем советовали. А потом оказывалось, через несколько месяцев то ли они переборщили, то ли стимуляторы разбудили какую-то бяку, которая там внутри дремала, ее не нужно было вообще трогать, растение нужно было лечить, знать бы от чего. А люди стали стимулировать, и растения отошли в мир иной. Вот, были ли у них шансы выжить без стимуляторов, да? Вот, я не знаю, возможно, они бы и так отошли бы в мир иной, кто знает эти орхидеи, да? Но, тем не менее, боюсь, боюсь, боюсь. На этом я буду заканчивать свой обзор. Вот эти симподиальные орхидеи уже давным-давно на Тенерифе. Это я нашла неиспользованный где-то видеофрагмент. Передаю хозяйке привет, своим бывшим растениям тоже привет. Надеюсь, что меня когда-нибудь порадуют фотографиями того, как они сейчас себя чувствуют. Это вторая часть подоконника, эти орхидеи по-прежнему со мной, и большинство из них войдет в мой следующий декабрьский обзор симподиалов. Там у меня котлея Френчис Фокс, и, по-моему, вот этот вот дендробиум, да, который я привезла с моря. Короче, все вам покажу в следующей серии. Всех целую, еще приду, увидимся на моем канале. Субтитры сделал DimaTorzok